Всем привет! Добро пожаловать в Эвент Чудо-женщина. Сегодня я вам расскажу, как получить лопату и трезубец. Для начала мы отправимся в подземелье. Для этого мы идем вот в этот портал. И дальше нам нужно взять тут один квест. Идем по дорожке прямо. Теперь поднимаемся сюда, наверх. Отсюда, по-моему, быстрее всего дойти туда, куда мы сейчас идем. А вот здесь, смотрите, спрыгиваем вниз. И здесь находится девушка, которая нам даст квест. Берем у нее задание. Так, отлично. И теперь мы идем к порталу в Оби Челлендж. Разговариваем здесь с охранниками. Сначала с Ксирой. Она нам дает задание. И мы получаем 10 монет за выполнение другого задания. Вон сколько заданий. Дальше мы идем к Сара. Разговариваем с ней. Она нам тоже дает задание, но это задание относится к челленджу. Теперь спускаемся сюда вниз и разговариваем с Совой. Она дает нам задание. Нам нужно собрать лопату, найти две части. И сейчас мы будем их искать. Так, первая часть находится вот здесь, сверху. Вот здесь, где памятник. Возле памятника. Вот такой вот парапет есть. Нам нужно через него перепрыгнуть. И спуститься вниз на травку. Травки прыгаем вот сюда на домик. И вот она, первая часть нашей лопатки. Берем ее. И идем дальше. Теперь нам нужна деревяшка. Поднимаемся наверх. Бежим к этому большому храму. Нам нужно будет обойти его с левой стороны. Аккуратненько. Вот здесь по травке проходим. И вот здесь лежит деревяшка. Мы ее берем. Так, мы собрали все две части лопатки. Получаем монетки. И забираем монетки за еще одно выполненное задание. 20 монет. Так, теперь нам нужно вернуться к Соли. Сейчас немножко пробежимся. Мне нравится, какая здесь красивая графика. Поэтому немножко побегаем. Посмотрим. Так, я срежу пульс. Прыгну здесь. Так будет ближе всего до нее добраться. Так, вот у нее уже горит задание. Подходим. Разговариваем с ней. Она дает нам еще одно задание. И мы получаем лопатку. Это очень нужная вещь. С помощью нее мы будем искать клады. Но это будет следующим заданием. Сейчас нам надо сделать еще кое-что, чтобы получить трезубец. Отправляемся на пляж. Вот здесь, вот в районе водопада, нам нужно будет немножко поплавать. Сейчас я вам покажу. Ныряем под воду. И здесь нам нужно будет собирать вот такие вот серебряные слитки. Их всего надо найти 5 штук. Они все находятся возле водопада. Вам нужно просто будет немножко поплавать. Они все рядышком находятся. Один находится вот здесь, между скалами. Дальше следующий лежит прямо посерединке. Его видно издалека. Это уже четвертый. И вон пятый слиток. Сейчас я его заберу. Так, отлично. Я выполнила квест. Давайте посмотрим. Да, собрала 5 штук. Получаю 40 монет. И дальше теперь нам нужно опять отправиться в подземелье. Бежим в подземелье. Нам нужно подняться к центральному очагу. Вон там, где льется расплавленный металл. Вон уже горит квест. У девушки подходим к ней. Зовут ее Лоа. Разговариваем с ней. Она дает нам еще одно задание. И плюс мы получаем трезубец. И теперь с помощью трезубца мы сможем выполнять квесты и фармить денежки. Так, отлично. Возвращаемся на пляж. Здесь стоит... Девушка, которая дает нам задание. Нам нужно убивать зараженных угрей. Так, забираем денежки за задание. За то, что мы с ней поговорили. И вот она дала нам задание убить пять угрей. Ныряем под воду. И здесь плавают вот такие вот существа, которых надо убивать. Здесь их очень много. Так что можете выполнять задание здесь и фармить денежки. Но это не самый лучший вариант. Я вам дальше расскажу, как быстрее и больше заработать денег. Смотрите. Мы убили пять угрей. Возвращаемся к девушке. Вот она стоит уже с заданием. Отдаем задание. И теперь нам нужно убить десять угрей. Можно таким образом фармить денежки, но за убийство их дают всего пятьдесят монет. Сначала двадцать, потом пятьдесят. И потом будут давать сто. Это очень мало. Есть другой вариант. Возвращаемся к Соле. Разговариваем с ней. Она дает нам задание. За разговор с ней получаем двадцать монет. Смотрите. Она дала нам задание искать клад. Нам нужно найти сначала один сундук, и нам уже дают пятьдесят монет. Бежим к пляжу. Недалеко от пляжа есть вот такие красные крестики. Просто к ним подходите, и они автоматически начинают собираться. Так, первое задание – собрать один сундук. Я его выполнила. Забираю денежки. Пятьдесят монет. И теперь нам нужно вернуться обратно к Соле. Бежим к ней. У нее уже горит задание. Берем у нее квест. Смотрим. Так, теперь нам нужно найти пять сундуков. И за пять сундуков нам дают двести пятьдесят монет. Возвращаемся опять ближе к пляжу. И здесь собираем пять сундуков. Просто подходим к крестикам, и они автоматически начинают выкапываться. Крестиков здесь очень много. Если они закончатся у вас на траве зеленой, можно спуститься на пляж. Там тоже есть крестики. Так, это четвертый сундучок. И еще один пятый нужно собрать. Я бегу на пляж. Здесь выкапываю пятый сундук. Выполнила задание. Смотрим. Да, за пять сундуков двести пятьдесят монет. Отлично. Это гораздо лучше, чем сто монет. Так. Теперь мы возвращаемся обратно к Соле. У нее горит еще одно задание для нас. Подходим, разговариваем. И смотрим. Теперь нужно собрать десять сундуков, и за это нам дадут целую тысячу монет. Это самый лучший вариант для фарма, поэтому если вы хотите заработать побольше денег, проходите именно эти задания. Ну что, я пополняю эту часть задания, где нужно собрать десять сундуков. Я не буду вам показывать, как я искала все десять сундуков. Вот, я выполнила задание, и получаю тысячу монет. Все отлично. Теперь мы возвращаемся обратно к Соле, и берем еще одно задание. Теперь она нам будет всегда давать задание. Найти десять сундуков, и получить за них тысячу монет. Так что, ребята, если вы хотите зарабатывать деньги, то собирайте лопатку, и ищите клады. Ну что ж, надеюсь, видео было для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и пока-пока!